Общественной работой я начал заниматься с 2002 года. Политической деятельностью я начал заниматься с 2005 года, когда, естественно, как русский человек я вступил в партию с названием «Русский». И на протяжении всех этих лет я позиционировал себя сначала как пророссийский общественный деятель и пророссийский политический деятель регионального уровня. Я не буду говорить, что нас здесь обзывали в Таврии и Севастополе пятой колонной, тех, кто хотят, являются сепаратистами, кто хотят расколоть Украину. Хотя я всегда был сторонником воссоединения всей Украины с Россией. Но благодаря тому, что из года в год я видел, как отношения российских чиновников, отвечающих за дипломатию здесь, ведут антироссийскую, на мой взгляд, политику. Этих чиновников не интересует Россия. Их интересует их финансовое благополучие. Я не буду касаться этого вопроса, пусть разбираются там наверху, потому что меня в первую очередь волнует другое. Вот когда я увидел, что нет никакой ни помощи, ни поддержки, кстати, опять-таки, о которой мы не просили, и наоборот, самых активных общественников пытаются называть провокаторами, причем российские чиновники. Это те люди, которые много лет, рискуя здесь очень многим, отстаивали свою позицию, свою точку зрения. А сюда приехал человек, обреченный доверием великой страны, защищенный дипломатическим иммунитетом, и он начинает делить здесь на кого-то, на провокаторов, на каких-то достойных. Когда мы создали Координационный совет, вдумайтесь и вслушайтесь, русских организаций Таврии и Севастополя, почему-то у господина нашего консула в голове появилась мысль, что это создается что-то в противовес. Вот вы вдумайтесь, есть две организации. Координационный совет российских соотечественников и Координационный совет русских организаций Таврии и Севастополя. Потому что благодаря деятельности нашего генерального консула, я хочу поздравить Россию, ни одна организация в Таврии, в Крыму, на сегодняшний день из активно действующих не заявляет о себе, что она пророссийская. В Севастополе осталась одна. Все остальные говорят, что они русские. Но не пророссийские. Это его работа. Сейчас он заявляет о том, что Россия будет оказывать поддержку и серьезно рассматривать лишь тех, кто вступает в КСОРС. В какой? В Крымске, который возглавляют господа Цеков и Аксенов? Или в Севастопольске, который возглавляет предприниматель, который возглавлял земельную комиссию, занимался здесь дележкой земли, а потом поссорился с ними? КСОРС превратился в организацию, которая работает на партию регионов, возглавляется одним из ставленников партии регионов и ведет антироссийскую политику. Поэтому народу России давно стоило задать вопрос, за те деньги, которые выделяются сюда на эту работу, а результат какой? Вы посмотрите, если раньше на день флота все трибуны пестрели российскими флагами, сейчас их нет. Это тоже его работа. Сейчас он начинает говорить о том, что нужно создать русскую партию, единственную, мощную, сильную, но предлагает нам партию и пытается загонять туда людей и организации, где руководителем партии является человек с криминальным прошлым. Ни в одной маломальски уважающей себя стране человек с криминальным прошлым не сможет заняться политической карьерой. А у нас можно все. В таких ксорсах, естественно, нормальным людям, порядочным людям делать нечего. Конечно, мы туда вступать не будем. И если такой чиновник будет продолжать такую деятельность, все меньше и меньше людей будут готовы поддержать здесь идею воссоединения с Россией. Задумайтесь об этом. Слава Богу, что мы русские. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова